Уж сколько раз твердили миру, легкие деньги становятся тяжелой ношей. Астрахань попала в мошеннические сети игры «Черная касса». Она еще известна под названием «Котел». За считанные часы в нем сварили сбережения сотен астраханцев. Я играла в эту пирамиду и проиграла последние деньги в надежде выиграть больше. Но не получилось. Информация о черных заработках в соцсетях разлеталась так же быстро, как и сожаление о содеянном. Переводила деньги девушке, она отказалась возвращать. Если бы подруги, думаю, она бы вернула. Я пришла после подруги. Она тогда была в очереди, чтобы получить деньги. Мы искали этих людей в соцсетях. Вот их горькие признания. Подруга получила деньги, но когда поток людей закончился, меня кинули и все. Что только не придумывают сейчас, еще Маркс писал про деньги и товар. Съемка только со спины. Мы изменили имя. Олеся единственная согласилась встретиться тет-а-тет и рассказать о том, как лишилась последних денег на карте. У моего села тоже были люди, которые играли и также выиграли. То есть у них получилось. А потом я писала одной девушке, чтобы она помогла нам раскрутить нашу группу. Она сказала, что я больше не участвую. Я пожалела, что вообще пошла в эту игру. 18-летняя студентка Кольджа копила на машину и захотела просто приумножить капитал и ускорить процесс. Но верхушка ее пирамиды просто ушла, оставив созданную под собой так называемую команду без средств. Мы собирали людей и на следующее утро уже нам оставалось собрать одного человека. Но какой-то парень прислал фотографию по поводу штрафов, уголовно наказуемое. И она сразу же вышла из чата и просто нас покинула. И с этого момента я поняла, что свои деньги обратно я не верну. Руководитель образовательного проекта «Семейная финанса» Екатерина Путильна сутки потратила на то, чтобы объяснить подписчикам, что они стали жертвами очередной финансовой пирамиды. За пять дней игра как вирус распространялась через сторис. Но пирамида она и на то пирамида, что деньги получает только верхушка. А те, кто внизу, остаются ни с чем. Как правило, нужно дойти до 18 уровня. Поэтому говорить о том, что человек, вложив 2,400, гарантированно получит 19,200, конечно же, это утопия. Вряд ли он получит. А даже если удастся что-то урвать, то как минимум он испортит свою репутацию, потеряет друзей, тех, кого он втянул, и те, кто не получили. Любой экономист или бухгалтер эту схему просчитывает на раз-два. Если обещанную финальную сумму в 19,200 разделить на первый взнос в 2,400, получится 800% годовых. А это противоречит законам экономики вообще. К тому же в этой схеме отсутствует важная составляющая, как товар. Если вам непонятно, за счет чего, за счет какой пользы, за счет какого продукта появляются деньги в какой-то системе, это уже первый такой тревожный звоночек, что участвовать, скорее всего, не стоит. Второй момент, когда вас активно зовут привлекать других участников. Ну, сразу же возникает вопрос, если там так хорошо платят, зачем вы делитесь такой ценной информацией с другими участниками? Это как у лесника. Есть своя грибная полянка, да? Вот у грибняка. Он туда ходит, он же никого больше на свою полянку не пустит. И вроде бы страна уже прошла этот урок финансовой беспечности. МММ и Мавроди в 90-е стали синонимом краха для миллионов людей. В финансовой пирамиде хранили свои сбережения, квартиры и бизнес. Но почему-то схема продолжает работать. Вот еще некоторые выдержки из переписки пострадавших. Она мне ответила, это игра, умей проигрывать. Я хотела написать заявление и сказала ей, что пойду в полицию. Она сказала, не пугай меня, и что из-за суммы в 2400 рублей уголовное дело не будут заводить. Я ничего не стала предпринимать, так как нет смысла идти в полицию. Вероятно, именно так и думали те, кто оказался впутан в эту историю. Оттого и в полиции до сих пор нет ни одного заявления от пострадавших в финансовой афере. К тому же признаваться в том, что поневоле стал участником мошеннической схемы. Все равно, что самому надеть на себя наручники. Но в полиции уже ищут следы черной кассы. Его физически не арестовать, а закрыть можно. Но поверьте, все, что появляется в сети интернет, нашим формальным языком называется оперативно-розыскной мероприятий. Работают уже оперативные службы, специалисты по IT-технологиям, которые пытаются выяснить, откуда идут данные сообщения, данные распространения данной информации. Эта информация аккумулируется и ведется обмен данными с другими регионами. Так или иначе, такая схема – уголовное преступление. 159-я статья УК РФ. Мошенничество. Срок до 5 лет лишения свободы. Жанна Алиева, Леонор Улем, Руслан Срывченко, Игорь Нифиденко и Руслан Асанов. Центр новостей.